В Уфе экипаж ДПС устроил погоню за группой мотоциклистов. Дорожные полицейские попытались остановить лихачей, но те не выполнили требования инспекторов. Экипаж отправился в погоню. Судя по записям с камер компании Уфанет, преследование получилось динамичным, однако мотоциклистам удалось скрыться. В Октябрьском нетрезвый мужчина пытался попасть в подъезд многоэтажки и между делом приставал к прохожим. Оскорбив ребенка, мужчина решил выплеснуть свои эмоции, причем агрессивно. Он начал колотить по подъездной двери. Поединок был недолгим. Жильцы увидели по камере умного домофона компании Уфанет незнакомца и вызвали сотрудников полиции. Полицейские заковали Буяна в наручники и увезли в отдел. Как сообщили в МВД по Башкирии в отношении мужчины, составили административный протокол за мелкое хулиганство. В Уфе прогулка матери с ребенком едва не закончилась трагедией. Они спокойно шли по двору вдоль деревьев. От сильного порыва ветра оторвалась большая ветка. Она чуть не упала на маму с ребенком. Их спасли считанные сантиметры. На что рассчитывал этот водитель Вазовской девятки из Салавата неизвестно. Он попытался проскочить перекресток на смене сигналов ситофора, но не успел. Лихач врезался в иномарку. Как сообщили в ГИБДД по Салавату, у водителя девятки не было страховки, да и регистрация автомобиля была аннулирована. В Казани двое парней во дворе дома ждали своего знакомого, чтобы обсудить с ним какой-то важный вопрос. Но вышедший из подъезда человек не был настроен на разговор. Парень вместо слов использовал кулаки. Собеседники просили его успокоиться и спокойно поговорить. Разговора не получилось. Зато завязалась драка. Отметелев одного из собеседников, агрессивный парень ушел домой. По словам соседей, конфликт возник из-за девушки. В Уфе девушка за рулем иномарки поворачивала на перекрестке. В это время сотрудник ГИБДД регулировал дорожное движение. Но водитель его, видимо, не заметила. Машина сбила человека в форме, после чего сразу остановилась. Сообщается, что инспектора доставили в больницу. В Уфу ранним утром забрели два лося. Лесных гостей, гуляющих посреди проезжей части, увидел таксист. Мужчина решил проводить животных до ближайшего леса. Он медленно ехал за ними до сих пор, пока сахатые не ушли с дороги в лес. В Стернетамаке водитель ваза не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток, не уступив дорогу мотоциклу. В результате автомобиль снес двухколесный транспорт, наездник которого сделал сальто и отлетел в сторону. Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. Нашествие таксистов видели, а в Уфе было. За короткий промежуток времени к многоэтажке подъехало несколько десятков машин такси. На записи с камер Уфанед видно, что первые прибывшие автомобили остановились перед шлагбаумом, а остальные вдоль проезжей части. Постояв немного, таксисты постепенно разъехались. Что это было, жители многоэтажки теряются в догадках. В Салавате трое мужчин проводили время на скамейке перед подъездом. Один из них встал, а его товарищи заметили следы краски на его брюках. Апа, скамейка покрашена, бред! Если двух мужчин эта новость развеселила, то одного сильно разозлило. Он решил отомстить скамейке за испорченные брюки. Скамейка выдержала приступ ярости и почти осталась целой. Не добившись успеха, мужчины разошлись. По словам местных жителей, скамейку покрасили еще две недели назад. Предупреждающее объявление уже было сорвано. Если вы стали свидетелями каких-либо событий, запомните время и место и напишите нам. Мы постараемся найти этот момент на видео и показать. Также присылайте свои видео с камер наблюдения. Это был Видеодозор. Спонсор выпуска – компания Уфанет. Субтитры сделал DimaTorzok